Туберкулёз. Что это? Туберкулёз – широко распространённое в мире инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулёза. Туберкулёз обычно поражает лёгкие, реже затрагивая другие органы и системы. Туберкулёз как заболевание известен ещё с глубокой древности. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире туберкулёзом заболевают около 9 миллионов человек. Примерно каждую секунду возникает новый случай инфекций. Каждый день в мире от туберкулёза умирают около 5 тысяч человек. Около 2 миллиардов человек носят в себе туберкулёзную палочку. Ежегодно туберкулёзом заболевают около 120 тысяч жителей России. Каждые 25 минут в России умирает больной туберкулёзом. В России уровень заболеваемости и смертности населения по причине туберкулеза превышает аналогичные показатели в странах Европы в 5-8 раз. Один больной с активной формой заболеваний заражает 10-15 человек в год. В Европе, где в 18 веке заболевание достигло ужасающих масштабов, его называли чахоткой от слова «чахнуть» и «белой чумой». Как можно заразиться туберкулезом? Основной источник заражения – человек, который болеет туберкулезом легким. Возбудитель туберкулеза передается воздушно-капельным путем, когда больной человек кашляет, чихает, кричит или поет. Это происходит с большей вероятностью при продолжительном контакте с больным. Заразиться можно не только при прямом контакте, но и в замкнутом пространстве. Например, в транспорте, где побывал больной туберкулезом легким. Заразиться туберкулезом не значит заболеть. В Древней Персии людей с симптомами туберкулеза изолировали от здоровых. А в Индии были запрещены браки с больными туберкулезом. Кто может заболеть туберкулезом? Туберкулез поражает людей независимо от их социального статуса. Заболевает активным туберкулезом в среднем один из десяти человек, инфицированных микробактериями туберкулеза. Здоровая иммунная система человека успешно контролирует эту инфекцию. Однако при ослаблении иммунитета развивается заболевание. Активная форма туберкулеза. Дети, подростки, беременные женщины и пожилые люди более подвержены инфекции. Тема чахотки отражена в произведениях Достоевского «Диккенса Дюма» в полотнах художников Клотта Максимова Поленова в операх «Верди и Пучини». Для туберкулеза характерны следующие симптомы. Кашель на протяжении двух-трех недель. Боль в груди. Значительное похудение. Потеря веса. Наличие крови в мокроте. Потливость по ночам. Периодическое повышение температуры. Общее недомогание и слабость. Первичные симптомы туберкулеза похожи и на ряд других заболеваний. Туберкулез может долгое время приниматься за другую болезнь. Поэтому необходимо регулярно проходить обследование на туберкулез. Туберкулезом болели и умерли от него Билинский, Добролюбов, Чехов, Шопен и многие другие известные люди. Как обнаружить туберкулез? Чаще всего для выявления туберкулеза легких применяется флюорография. Флюорографическое обследование грудной клетки можно сделать в поликлинике по месту жительства. Рекомендуется ежегодно проходить это обследование. Диагноз туберкулеза могут подтвердить исследование мокроты как самый прямой и быстрый способ диагностики туберкулеза. А также анализы мочи, кала на туберкулезные палочки. Для своевременного выявления инфицирования туберкулезом всем детям и подросткам в России ежегодно проводится туберкулиновая проба МАНТУ. При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачам, участковому терапевту и специалисту фтизиатру. 24 марта 1882 года родилась фтизиатрия, наука о туберкулезе. Немецкий ученый Роберт Кох открыл никобактерию возбудителя туберкулеза, которую прозвали палочкой Коха, за что получил Нобелевскую премию. Через 13 лет после открытия палочки Коха Вильгельм Рюнген открыл лучи, способные диагностировать туберкулез. Туберкулез излечим, если обнаружен вовремя. Практически все пациенты с впервые выявленным туберкулезом могут быть излечены. Человек, больной туберкулезом легких, является источником инфекции, пока не начнет интенсивное лечение. Через 2-3 месяца после начала лечения опасность инфицирования окружающих снижается, при условии, что человек принимает контролируемо назначенное лекарство и выполняет предписание врача. При этом важно продолжать курс лечения непрерывно и довести его до конца. Для качественного излечения одних противотуберкулезных лекарств недостаточно. При отсутствии своевременного лечения каждый второй больной умирает от активного туберкулеза в течение 1-2 лет. Еще 2 века назад туберкулез считался фактически неизлечимым. Как уберечься от заболевания? Снизить риск заболевания туберкулезом ребенка можно с помощью вакцинации БЦЖ, которая проводится бесплатно всем детям в роддоме с 3-х суток жизни. Повторные прививки проводятся в 7 лет и 14 лет. Чтобы не заболеть туберкулезом, человеку необходим крепкий иммунитет. Иммунитет может снижаться под воздействием таких факторов, как курение, алкоголизм, употребление наркотиков, постоянные или чрезмерные стрессы, несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни. Также повышают риск хронические заболевания. Все просто. Для крепкого здоровья нужна здоровая нервная система, поэтому избегайте лишних стрессов. Пища обязательно должна содержать достаточное количество белков. Важным условием для крепкого здоровья является ежедневная нормальная физическая нагрузка. Пыльное непроветриваемое помещение благоприятствует распространению туберкулезных бактерий. Для профилактики заболевания необходимо проветривать комнаты, где вы работаете и отдыхаете. Твое здоровье в твоих руках. Просветись!